Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба разочарован неспособностью Европейского Союза обеспечить Киев снарядами. Об этом политик написал у себя в Твиттере. ЕСПО обещал предоставить 1 миллион снарядов Украине к концу года, но разногласия по поводу того, как реализовать совместные закупки, замедляли усилия блока. Украина отчаянно нуждается в этих снарядах. О том, как идет реализация плана Евросоюза по снабжению Украины боеприпасами, смотрите далее. Армад! Выстрел! Выстрел! Пушка! Позиция украинских военных под Бахмутом. Обстрел пехоты противника ведется из советской гаубицы Д-30. Дальность стрельбы орудия более 15 километров. Приходится корректировать огонь во время боя. Тратить больше снарядов, признается командир части Дмитрий. Для нас было бы идеально, чтобы нам поставляли образцы западного вооружения, которое бьет на большие расстояния, для того, чтобы мы могли уничтожить на подступах к нашим позициям их склады с БК, соответственно, их же командные пункты, которые находятся в глубине. Мы не можем нашей пушкой туда достать. Артиллеристы говорят, что сейчас отчаянно нуждаются в снарядах для обороны. Более месяца назад страны Европейского Союза согласовали общую закупку миллиона боеприпасов для вооруженных сил Украины. Ускоренная процедура была принята на встрече министров иностранных дел и обороны в Брюсселе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил тогда, что получил одобрение своего предложения о выделении первого транша в 1 миллиард евро из Европейского фонда мира на совместную закупку боеприпасов. Я объясню лидерам соглашения о предоставлении Украине боеприпасов. Они обсуждали это на последнем заседании Европейского совета. Эстония внесла предложение. Мне было поручено реализовать это предложение. И на этом заседании у меня будет возможность и честь представить лидерам наше предложение о предоставлении Украине боеприпасов. Вы знаете, 1 миллион снарядов за 12 месяцев стоимостью 2 миллиарда евро. 20 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в Твиттере раскритиковал ЕС и написал, что члены блока так и не пришли к совместному решению, как реализовать озвученный план по поставке Украине снарядов. Вызывает разочарование неспособность Европейского союза реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией при принятии новых важных решений в области безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в Твиттер. Изданию «Политика» стало известно, что переговоры зашли в тупик относительно того, как потратить 1 миллиард евро, выделенные на совместные контракты. Главный предмет разногласий в переговорах о закупке боеприпасов вращаются вокруг того, насколько ограничить деньги для производителей ЕС и включать ли компании в таких странах, как США и Великобритания. Франция выдвигает требование оставить деньги внутри блока, в то время как другие страны, включая Польшу, опасаются, что европейская оборонная промышленность может оказаться не в состоянии поставить Украине 1 миллион снарядов в обещанные 12 месяцев. Из публикации в издании «Политика». Петр Олещук, эксперт по международной политике, считает, что когда у Украины на счету каждый снаряд, то европейским союзникам необходимо забыть о бюрократии и начать действовать. По сути, Украина ведь ничего не просит сверх того, что было обещано Украине ранее. То есть, соответствующие обязательства по поставкам, например, снаряда Европейский Союз взял на себя. И сейчас стоит вопрос о том, что они все равно поступят. Но Украине они нужны сейчас, а не когда-то потом, когда Европейский Союз решит все бюрократические вопросы. 21 апреля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Жозепом Боррелем, и они обсудили неотложную закупку снарядов для Украины. Призвался действовать скорейшему завершению обсуждений второго транша в 1 миллиард евро на совместные закупки ради обеспечения безопасности в Европе. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в Твиттер. В свою очередь, Боррель у себя в Твиттер подчеркнул, что ЕС выполняет свои обязательства по предоставлению Украине боеприпасов. По его словам, с 9 февраля Украине было доставлено более 66% от первого обещанного миллиарда евро. Наталья Белокудря, Евгений Кармазин для телеканала «Фридом». Украинские власти сделают все возможное, чтобы переговоры о членстве Украины в ЕС начались до конца этого года. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. По его словам, до 13 декабря 2022-го Верховная Рада приняла все евроинтеграционные законы, которые от Украины требовал Европейский Союз для начала переговоров о полноценном членстве. На следующей неделе должен состояться саммит глав парламента государств Евросоюза, а также стран-кандидатов на вступление в ЕС, где будет отдельно обсуждаться как раз и вопрос Украины. Открытие переговоров о полноценном членстве – это событие, которое на несколько голов выше, чем предоставление статуса страны кандидата на членство. Это финишная прямая для вступления Украины в ЕС. Сделаем все, чтобы к концу этого года начались переговоры о членстве. Руслан Стефанчук, представитель Верховной Рады Украины, в интервью «Укринформ». И Чехия будет добиваться начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом году. Об этом заявил президент страны Петр Павел. После встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем услышим. Скорейшее членство Украины в ЕС отвечает нашим интересам. И Чехия должна настаивать на том, чтобы переговоры о вступлении действительно начались до конца этого года. Чем шире будет зона стабильности к востоку от наших границ, тем безопаснее нам будет здесь. Петр Павел, президент Чехии. Ивана Климпуш-Ценсадзе. Народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз. С нами на связи Ивана Арестовна. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы, с вашего позволения, немножечко хотела расширить то, что мы сегодня представляли от спикера Верховной Рады Украины. Открытие переговоров о полноценном членстве – это событие, которое на несколько голов выше, чем предоставление статуса страны кандидата на членство. Давайте тоже проанализируем. Это действительно такая финишная прямая для вступления Украины в ЕС? Безусловно, для нас является приоритетом то, чтобы мы воспользовались окном возможностей, которые есть в 2023 году и до конца года открыли переговоры о членстве. Потому что начало переговоров – это действительно тот элемент этого движения, этого нашего пути, который позволит и Европейскому Союзу быть более вовлеченным во все процессы трансформации, которые необходимо еще провести Украине. Ну и, собственно, дать четкое понимание властям Украины, что именно, в какие сроки и как нужно изменить. Хотя я хотела бы обратить внимание на то, что, к сожалению, господин спикер немного лукавит, когда говорит о том, что мы уже приняли все законы, которые необходимы для того, чтобы Украина выполнила семь условий, которые сопровождали решение о кандидатстве. На самом деле сейчас внесен в Раду один из дополнительных законопроектов, который касается вопроса в использовании рекламы в медиа. И я надеюсь, что в ближайшее время он будет рассмотрен в Верховной Раде Украины. Это будет помогать выполнению одного из условий. На самом деле также есть дополнительные условия, которые касаются воплощения в украинское законодательство всех требований ФАТФ и противодействия отмывания денег, вопросам отмывания денег. Поэтому работы у Верховной Рады еще достаточно. Более того, некоторые законы, которые были приняты для выполнения этих условий, они были, не знаю, по-украински недосконали, недостаточно качественными. И я уверена, что, к сожалению, нам придется возвращаться к их пересмотру. И надеюсь, что в конце мая мы получим, или в начале июня мы получим определенную промежуточную оценку от Европейской комиссии насчет того, как мы выполняем эти задачи. И это позволит нам иметь около трех месяцев, летних месяцев, для того, чтобы максимально закончить нашу домашнюю работу, чтобы рассчитывать на положительную, действительно, рекомендацию Европейской комиссии к открытию переговоров уже в этом году. Кстати, в продолжении ваших тестов касательно обязанностей, которые выполнила Украина, речь идет о 72% обязанностей, предусмотренных соглашением апостации СССР. Об этом говорится в отчете за прошлый год, представленном офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В частности, немножечко цифр также добавлю. С 2014 года Кабмин реализовал уже 70% предусмотренных МЕН, мер Верховной Рады 61%, а другие органы государственной власти 59%. Общий прогресс в выполнении договора увеличился на 9%, и больше всего его удалось достигнуть в сферах управления государственными финансами, гуманитарной политики, юстиции, а также защиты свободы, безопасности и прав человека. Несмотря на полномасштабную войну, продолжился и активный процесс адаптации украинского законодательства к праву Европейского Союза. Ивана, позвольте спросить, тут же речь еще идет о полномасштабном вторжении. Вот мы говорили с предыдущими гостями сегодняшнего эфира, касательно НАТО, по поводу вступления Украины в НАТО очень много дискуссий идет, мы слышали все заверения от Йенса Столтенберга, генсека НАТО, но это все планы послевоенные, после того, как Украина выйдет на международно признанные границы. А как с членством в Европейский Союз? Правила такие же распространяются. Либо адаптация в Европейский Союз, в членство, имеет немного иной сценарий и иной план? Ну, прежде всего, эти цифры, которые вы представляете, эти цифры касаются не тех семи пунктов, о которых я говорила, а касаются соглашения об ассоциации. Это хорошо, что Украина продолжает адаптацию украинского законодательства на основе соглашения об ассоциации. Но, чтобы мы понимали, соглашение об ассоциации, оно не предполагало полного членства Украины в Европейском Союзе. И мы сейчас, правительство для себя начало такой селф-скрининг, самостоятельную оценку того, как мы на самом деле двигаемся, в отношении всего законодательства Европейского Союза. Поэтому цифра 70%, она, безусловно, положительная, но на самом деле она даже не отображает четко того уровня адаптации, который мы провели, потому что, к сожалению, та система оценки, которую мы предложили еще в 2016 году, и я занималась тем, чтобы мы ее начали, мы даже не могли в тот момент подумать, что в этой системе надо отображать также возможные возвращения к иному законодательству, чем то, которое было уже утверждено, и возможные отступления. Поэтому мне кажется, что цифра 70% относительно соглашения об ассоциации не действительно на сегодняшний момент. Но что касается членства в Североатлантическом Альянсе и членства в Европейском Союзе, и тот, и тот процесс, они предполагают серьезные трансформации страны. И если мы говорим сейчас о членстве в Европейском Союзе, то мы должны понимать, что это предполагает серьезную работу по реформам в самых разных отраслях украинской экономики. Но, к сожалению, исходя из военного положения, очень часто украинский парламент сегодня принимает решения, которые, собственно, прямо противоречат законодательству Европейского Союза и принимает эти законы действием на время военного положения. Я надеюсь, что кто-то в правительстве отслеживает те элементы, которые необходимо будет сразу же вернуть в действие, когда закончатся военные положения. Что касается наших перспектив, будет ли это после окончания войны, мы, безусловно, надеемся, что война окончится как можно быстрее, но выглядит так, что Россия совершенно не отказывается от своих планов разрушить страну и уничтожить украинский народ. Поэтому наша борьба может оказаться гораздо более длительной, чем нам бы этого хотелось. И я не берусь называть временные рамки, когда мы вступим в Европейский Союз. Но это точно невозможно, с моей точки зрения, на протяжении двух лет, как это еще в октябре, в ноябре прошлого года, заявлял премьер Украины господин Шмыгаль. И если говорить, опять же, о интеграции в членство в Европейском Союзе, еще очень важный момент экономический. Насколько сейчас Украина действует? Это вопрос и, возможно, к народным депутатам, и к Офису Президента, Кабинету Министров. Насколько сейчас Украина способна и делает все для того, чтобы интегрироваться в экономику Европейского Союза? Опять же, если я правильно выражаюсь в юридическом термине. Да, безусловно. Для себя Украина сейчас определила такие главные задачи максимально интегрироваться в разнообразные секторы экономики Европейского Союза, в разные рынки Европейского Союза. И мы видим серьезную работу в этом направлении, допустим, относительно цифрового рынка, цифровых услуг в Европейском Союзе и Украине и их взаимосовместимости. Насколько быстро мы будем двигаться, будет зависеть от того, насколько мы будем иметь возможность изменить правила и процедуры и их придерживаться внутри Украины. Поскольку мы видим сейчас, например, даже тот очень-очень для нас нужный элемент помощи с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, он был остановлен нашими непосредственными соседями с западной стороны, то есть нашими непосредственными соседями со стороны Европейского Союза. И сейчас идет обсуждение того, как восстановить этот экспорт и как помочь Украине, исходя из того, что, к сожалению, у нас есть зерновой коридор, который саботирует Российская Федерация, и основное или большое количество нашего экспорта сельскохозяйственного шло как раз через страны Европейского Союза. Это сложный процесс, потому что действительно более дешевая продукция из Украины, она изменяет конкуренцию внутри Европейского Союза. Я думаю, что это серьезная задача, которая стоит сейчас перед правительством, чтобы найти те варианты, каким образом уже сегодня договориться с Европейским Союзом о восстановлении этого экспорта и плюс договориться о том, начать договариваться о том, как в дальнейшем Европейский Союз будет открыт к экспорту украинской продукции без дополнительных тарифов, без дополнительных мыт, не знаю, как это по-русски, и без дополнительных ограничений финансовых, которые для нас сейчас важны, чтобы их было как можно меньше. И на завершение, позвольте уточнение, если мы говорим о производстве, как показывает практика, производство необходимо и для внутреннего потребителя, и для развития экономики, и, конечно же, для продажи, о чем вы уже говорили, вот только в рамках продукции, да, но как же привлекать инвестиции в Украину, если идет полномасштабное вторжение, и инвесторы, как показывает практика, не особо доверяют такому рынку, где идет война. Как сейчас можно создавать производственные мощности в условиях войны? Реально ли это вообще? Вы знаете, наши партнеры, и мы им благодарны за это, сейчас ведут такую активную дискуссию и работу относительно того, могли ли бы их правительство вместе с украинским правительством предложить так называемую военную страховку для тех компаний, которые хотели бы рискнуть и были бы готовы рискнуть инвестировать в Украину сейчас, именно во время продолжения еще военных действий и войны, которая, к сожалению, продолжается на нашей земле. Я надеюсь, что на лондонской конференции по вопросам как раз восстановления Украины и реформ, и что важно, возвращается задача реформ в планы обсуждений на этой конференции. Я надеюсь, что там будет объявлено о таких инструментах, которые можно будет использовать частному бизнесу для инвестиций в Украину. Но вместе с тем, мы также должны с вами понимать, что не только военные действия останавливают многих инвесторов, а также та ситуация с верховенством права, которая еще далека от идеальной, будем очень дипломатично это называть, которая на сегодня существует в Украине. Если это не изменится, то даже окончание военных действий и окончание военного положения не обеспечат огромные инвестиции в Украину из частных бизнесов и стран свободного мира. Ивана, вам огромное спасибо за ваши комментарии, за то, что подключились к эфиру. Напомню, народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе была на прямой связи с нашей студией. Иван Климпуш-Цинцадзе